У нас сегодня не рядовое, не обычное заседание учебного совета, заседание юбилейное, посвященное столетию с огня рождения выдающегося отечественного историка Игоря Павловича Шаскольского. В повестке дня у нас три вопроса. Первый вопрос – это доклад Михаила Борисовича Светлова, Игорь Павлович Шаскольский, исследователь и сотрудник Ленинградского отделения Института истории. Второй пункт – выступление Алексея Игоревича Шаскольского. Третий пункт – презентация двух сборников научных трудов, посвященных столетию с огня рождения Игоря Павловича Шаскольского. Совершенно необычная ситуация, когда юбилею посвящено два практически одновременно выживших сборки. Дорогие коллеги, если честно сказать, тут меня Марина подвергла критике за то, что я не представил тезису доклада. Видите? Вот юбилей Игоря Павловича Шаскольского. Вот как-то меня, ну сейчас, знаете, не повод перечислять, то есть анализировать его творчество в конкретном содержании. Потому что такая работа – это тема монографического и историографического исследования. Мы в этих сборниках проанализировали в значительной мере то, что сделал Игорь Павлович в исторической науке. Но, знаете, что касается меня, вот как-то у меня личные чувства с Игорем Павловичем, они значительно превышают сегодня и сейчас какую-то потребность научного анализа его творчества. Чтобы вам было понятно, почему, я хотел бы сказать, что, значит, я в аспирантуру мы с Игорем Павловичем, в данном случае Медведевым, поступили в аспирантуру в 63-м году, а уже 64-го года институт нас тогда, вот, аспирантов, молодежь, постоянно привлекало по каким-то делам, потому что институт у нас был великолепного состава старшего и среднего возраста, а нужна была молодежь на разные конкретные поручения. Вот мы такой молодежью и были. Вот в 64-м году мне поручили прийти в квартиру Игоря Павловича, в данном случае Шасковского, дальше будет Игорь Павлович только Шасковский. Вот, и, значит, с каким-то поручением. Благо мы тогда жили недалеко друг от друга. Я прихожу в эту квартиру, это большая коммунальная квартира, и Игорь Павлович с семьей, с двумя детьми, которые, вот, легко представить, какими они были в 64-м году, значит, мало-мало-меньше, я выполнил это поручение, но что меня поразило, Игорь Павлович, да, это была, конечно, не квартира, это была комната, разделенная такой вот шторой, и Игорь Павлович, и его рабочий стол в руке, естественного окна, ну, а сейчас я, она находилась на остальном пространстве. И, знаете, как-то, вот, если мы посмотрим на портрет Игоря Павловича, то, вот, будет видно, вот, насколько он интеллигентный, причем интеллигент петербургский. Вот этот умный, пронизательный взгляд через толстые очки, вот эти стекла очков. Знаете, и как-то здесь все сошлось, здесь все сошлось. И, это, и поэтому, конечно, кто бы мог подумать, что тогда, в 64-м году, да и позже, что придется выступать на столичном юбилее Игоря Павловича. Но вот такое произошло, поэтому вот мое выступление больше будет вот такого содержания, неформального, я бы сказал. И начну я доказать тоже неформально. Дело в том, что на одном, в Москве, на одном из заседаний, ну, не хочется называть моих бывших друзей по фамилиям, ну, значит, про вот это заседание обсуждались вот состояние скандиналистики, тогда в СССР, и, ну, руководительницы этого отдела, конечно, там выступали сотрудники и сотрудницы отдела, комплиментарно, как теперь говорят. И одна из выступавших, вот говорит, вот, вот с трудов, показывая на руководителя отдела, значит, вот началась научная скандиналистика в России. Тут я уже стерпеться мог. И выступил. И напомню, что у нас была, ну, это была не школа, это была плеяда звезд. В Петербурге. Я без, уж извините, без имени, отчеств, назову только, потому что времени немного. Это Форсен, как вы знаете, филологи, Браун, Брим, потом Елена Александровна Раджевская, которая умерла во время блокады, из которой Игорь Паус, как он говорил мне, вот он советовался. Он не был ее учеником, но он приходил к ней, замечательному скандиналисту, советоваться. И вот в этом ряду следующим был Игорь Павлович Шасхурский, который продолжал вот эту нить, точнее, ну, вот какую-то преемственность высокого уровня скандиналистики в нашей стране. Ну, я имею в виду прежде всего средневековую скандиналистику, средневековую скандиналу русские отношения, вот в этом объеме, естественно. Ну, и возвращаясь вот к этому эпизоду изита в комнату с семьей Игоря Павловича, как-то, вы знаете, все стало на свои места, потому что Игорь Павлович, он тоже отмазал из бесед, он сказал, что он уже в юности решил исследовать всю историю русско-скандинавских отношений от начала и до 18 века. Ну, решить-то решить. А как это практически? И практически, опять же, что получилось? У нас, конечно, там, к минут 30-е годы, это все правильно, вот эти все репрессии, но, на мой взгляд, из два университета был золотым веком, золотым веком для многих из нас нашего факультета. Посмотрите, какая блестящая глияда им преподавала. Греков, Тарли, Струва, Романов, Мавродин, Окунь, Вальштейн, Курковский, Доберж Рождественский, Люблинский, Валк, Михаил Дмитриевич Бресенков, ученик шахмата, и Михаил Дмитриевич был учителем, учителем Игоря Павловича. Понимаете? Вот, у нас как-то не учитывают, что профессорский, преподавательский состав, он привносит в студенческой среде не только знания, он привносит культурную и научную традицию. что студенческие годы это годы воспитания. И вот, вот эта блестящая прияда ученых, она безусловно оказывала самое положительное воздействие на студенческую среду. Потому что я бы мог сейчас перечислить просто на вслед десяток выпускников предвоенного ИСФАКа, которые стали блестящими исследователями. Вот, включая, Лениела Атанчаршица, которого тоже будет отмечать в публичке исторических. И что давала та школа? Что давала та школа и на чем стоял наш институт? Тогда не было ножицы между ИСФАКом и институтом. Потому что вот они здесь же тоже были этими сотрудниками нашего института. Это прежде всего изучение сбор исторических источников. Тех источников, которые чуть не выборочны. Понимаете, потому что вот сейчас на скидку я бы назвал вообще кучу тех, кто выбирает то, что надо, что не надо. Это во-вторых источниковедческий анализ. Источниковедческий анализ. Изучение исторических факторов. И не только это. Изучение исторических процессов. Вот это было очень важно. Вот это такой вот комплексный подход и подготовки профессионалов, и потом, чтобы они потом продолжили вот эти традиции. И вот вопреки вот этому сталинскому давлению, значит, вот этим идеологиям и идеологиям сталинского, вот сталинизма на ИСФАКе того времени. И по этим работам выпускников даваленного ИСФАКа можно проследить это основы какие-то единства исторического процесса. Место и значение в этом процессе России. Соотношение экономического, социально-политического фактора и материальная и духовная культура. Это у каждого из этих нас профессоров предшественников и вот на мой взгляд серебряный век ИСФАКа. Вот когда мое поколение училось, ну вот некоторые присутствуют, они старше меня выпуском. Но значит вот это у нас усваивалось. Даже меру вот нашему поколению нашему выпуску было легче после 20-го следа, потому что мы жили в обстановке дискуссий. У них то по-моему дискуссия не очень это было, а у нас это было. И вот это вот вышление, свободное вышление, оно было свойственно и вот тем выпускникам, до военного иства. Игорь Павлович Шаспольский, значит, что он еще вот что имело для него тоже очень большое значение в подготовке профессиональных. То, что он одновременно учился по историческому и археологическому отделениям. Опять же, уж извините, я сошлюсь на своей жизни не улыбку. Потому что вот когда постоишь несколько сезонов на лопатах, на этих памятях археологических, посвященных, ну вот, с материалами славянским и деревне русских, никогда исследование не станет кабинетом, когда данный исторический процесс смотришь в окошко. Это дело живое. И Игорь Павлович Жасковский. Я с великим удовольствием, работая в архиве по своим делам, ИМКО, Институт истории материальной и культуры, я с великим удовольствием увидел, как Игорь Павлович назвал в числе участников отряда киевской экспедиции под руководством Михаила Газадинча Каргер. Замечательная у нас древняя русского искусства и архитектуры. И что они копали? Они копали десятинную церковь, фундамент. Потому что сама церковь не сохранилась, она ровнула, потом ее разобрали, а фундамент сохранится, они выбирали. Это лучше школы было не выстрел представить работать в патриаре Каргера, потому что у него было живое емкое восприятие исторической действительности. Не схемы исторические туда-сюда, вот я это хочу, я то хочу и получу. А это была выручка высочайшего профессионального уровня. То же самое касается и вадожской экспедиции под руководством Равдоникас, которая вот здесь уже в наших краях работает. Так что Игорь Павлович, он вступал в научную жизнь великолепно подготовленным молодым профессионалом, вот таким, вот как мы видим тут на этой замечательной фотографии. «Игорь Павлович, еще повлияло на Игорь Павлович, это вот на мой взгляд, это международная ситуация, международная ситуация конца 30-х годов, которая все, что творилось в Прибалтике, опять же, потому что это были годы активного наступления нацизма в Прибалтийских республиках. Ну, не будем сейчас об этом говорить, но это было крайне важно. И это воспитывало сознание не только патриотическое, но это создавало вот такую перспективу видения и поэтому поэтому значит вот какие темы оказались исторически последовательными борьба Руси с крестоносной агрессией, со светской экспансией и вот ранние работы Игоря Павловича, они как раз вот этому и посвящены, но они еще ранее, они еще пока ученические. Но что очень важно и тоже что поставило Игоря Павловича на крыло, что называется, это уж извините меня вот такая марксистская методология, потому что и внутренняя политика, и национальная политика Советского Союза. Дело в том, что раньше вот это международные такие отношения, они выражались они выражались в войнах, в походах. Значит, этот полководец с русской стороны, этот полководец со шведской полководцей, этот Ливонский орден, или там Томский орден, вот ничего. Никого кругом не существует. Игорь Павлович с самого начала, но это еще не он придумал. Стали изучать историю малых народов России Северо-Запада. И это была тема постоянной Галинин Грибалси в течение всей его жизни от молодых лет и до конца. Почему? Потому что это была та сведа, где происходили эти события. А что сейчас опять происходит? У нас вот Институт Турнографии, которая блестящая представлена в библиотеке Татьяны Еглиной. Значит, они подготовили атлас, этноисторический атлас по Северо-Западу. И я смотрю на эти карты и снова там только вот некогда подбирать условно названы нерусские народы Северо-Запад никакой исторической конкретности и не археологической не этнографической у нас снова все свелось к полководцам, героям, царям, императорам. Ну, понимаете, надо понимать, вот осознавать вот эти наши процессы нашей науки. и Игорь Павлович, вот почему тоже важны вот эти историографические обзоры. Игорь Павлович, он постоянный, достойный, на очень высоком уровне. В коллективе там, и вот это самое, в Петрозаводске академический институт был, и здесь у нас, в Ленинграде, значит, он публиковал эти исследования. И таким образом, вот это изучение российско-русско-прибалтийских связей на северо-западе, он стал целостным, системным. Вот. Ну, и, знаете, чтобы вот эту часть доклада завершить, у меня еще будет маленькая вторая, вот, которую Духея Владимирович прочитал. Значит, вот посмотрите, что удалось, что сделал Игорь Павлович. Это вместе со статьями, многочисленными статьями участие коллективных работ. Посмотрите его монографии и публикации. Это русско-шведские, из которых нельзя дальше работать. Это, значит, 60-й год, русско-шведские экономические отношения в 17-м веке. Сборник документов. Вот вместе с москвичами Давыдовым и Юптом Александром Александром Исаевичем. Вот такой толстенный тонн. Великолепная компликация, комментированная. 64-й год. Столбовский мир 1617-го года и торговые отношения России со шведским государством. Я только назову. Следующий, 65-й год. Нормандская теория современной буржуазской науки. Ну, вот эта современная буржуазная наука, эта книга писалась у нас на глазах. Понимаете, это был московский натизм. Потому что надо было обязательно бороться с буржуазной наукой. Вот, и поэтому... Ну, а по сути, это было научное исследование скандинавских проблем скандинавы в Восточной Европе. И здесь археологическая подготовка и историческая подготовка Игоря Павловича она в полной мере развернулась и потом археологи, они ссылались на эту книгу вот как на научные исследования, а не как на историографические идут. Следующий, 70-й год, исторические связи с Кандидатом и Россией в 9-е и 20-е веках. Вот как раз мне довелось быть бригадиром этого тогда называлось бегать, собирать, договариваться, отправлять протексты. Игорь Павлович был инициатором и он реально осуществил и подбор авторов и проведение всего издательского процесса. Это, можно сказать, была коллективная монография под руководством Игорь Павлович. 78-й год, борьба Руси против хрестоможенной агрессии на берегах Балтики и Анину. В 12-м, 13-м веках и 87-й год, борьба Руси за сохранение выхода к Балтийскому морю в 14-е веке. Посмотрите, это мало кому удается осуществить мечту, мечту молодости. Игорь Павлович, вот эту для юноши мечту осуществил в полном объеме, как высокого класса научных исследователей. У него есть ученики, которых я не буду здесь перечислять, вот, которые проявили свои таланты и в изучении русско-скандинавских связей, изучении скандинавских связей, вот, а некоторые ушли изучения российской истории. И это были все основы, заложенные одним Игорем Павловичем, ну и, конечно, следуем. И, конечно, следуем. Последнее, на чем я хотел восстановиться восстановиться, на Игоре Павловичем Шаскоевском, как сотрудники нашего института. Мы помним, конечно, вот, этого рано, рано сутурившегося интеллигентного человека, неизменно скромного, неизменно доброжелательного, неизменно желающего помочь и поддержать. Вот, и я бы сказал, я бы сказал, что вот то поколение наших сотрудников, которое вот, ну, на нашей памяти было, это 60-х, 60-х годов, вот, оно здорово держало научную планку института. Это были бывшего класса исследователей, которые, кстати сказать, никогда не позволяли себе островиться вот так, как получилось, но это не было получилось. Вот, с некоторыми москвичами, чрезвычайно достойными, которые вот такие, как Лев Владимирович Репнин или Владимир Терентьевич Шпашутов, они писали о шахматах и о значит, механизических приселках, как о буржуазных источниках веков. Они слишком близко приблизились к власти. Это опасно всегда для ученых. Это была проблема с 18-го века. Вы не думайте, что я сейчас какие-то истины говорю. Это была проблема с 18-го века. Идти ко двору или же удаляться от двора и быть самостоятельно мыслителем для них и то, что было на сделано. Ну и пожалуй последнее это авторитет авторитет Игоря Павловича в научной среде. Советском Союзе включая Прибалтику того времени это совершенно очевидно. Потому что я был свидетелем активного участия Игоря Павловича в этих советах скандинавских конференциях. Не случайно Игорь Павловича пригласили участвовать в работе специально в коллективных трудах истории Швеции не русской швеции а именно соцпроизводитель и Норвегии. Теперь вот международный авторитет в Швеции опять же я был свидетелем того как это в 94-м году за год докачили и клепался. Вот меня пригласили в Упсальский университет оппонировать на докторскую диссертацию так эти шведы там спрашивали меня а как там профессор Шасконский а как там профессор Шасконский знаете сколько прошло мне тогда 10-15 лет после тех конференций когда они к нам приезжали и совместно заседали и наконец последний оппонент и противник Игоря Павловича профессор Шрам из Германии оппонент нормалист и прочих вы бы видели как они замечательно беседовали потому что Игорь Павлович он уже закончил Петришун вот у нас говорят Петерсун а на самом деле Петришун вот с невидим удовольствием если слышал чистую немецкую речь ну вот и хотя теоретически разводились в понимании того что обсуждали но я не записал просто их беседу ну вот но надо очередное решение понимаете и это было видно что и противники точно так же уважали Игорь Павлович те кто еще помнит отца я хочу напомнить о тех строительствах которые просто были любопытны тем кто знал и тем кто не знал это вот фотография это фотография 59 угла вообще само семейство очень любопытное я начну с него потому что бабушка моя мать отца любила говорить что всегда очень важно из какого гнезда и вот немножко про гнездов значит вот мой прадед Борис Матфеевич сидит в Италии там дед Павел Борисович отец отца они очень любили ездить в Италии отец рассказывал что по семейной памяти значит вызывался дворник давалось ему полотину на водку и значит требовалось чтобы он купил и паспорт и билет принес к вечеру чтобы утром начать ехать в Италии но тем временами это было возможно главное дело Бориса Матвеевича прадеда это знаменитые боржомские минеральные воды он был поставлен туда главным представителем боржомских источников и на Невском проспекте в семейном магазине на Невском 27 вы знаете этот магазин это если смотреть на Казанский собор слева в угловом здании там был вот магазин который назывался Центральное Апчеховское депо дело в том что был очень умелым предпринимателем Борис Матвеевич и он понял что на одной рознице не пробиться и он делал оптово розничную торговлю то что сейчас принято тогда он уже придумал это все и отец рассказывал что примерно перед Рождеством наоборот продавались игрушки елочные с Ильичем и так далее то есть все было диверсифицировано достаточно с тем чтобы держаться на плаву а на Ательном переулке это ныне Молизычек где было у прадеда пять домов а у него целый большой был дом под склад всей этой самой продукции в том числе Боржокских минеральных вод и вот посмотрите почетная записочка от Софьи Андреевой Толстой просит прислать 10 так сколько там прислать на 10 рублей минеральной воды Боржом по следующему адресу и так далее Тульская Ясенькин Яснов Поляна графиня Софья Толстая 1909 год И вот у нас есть такая мешочек из-под соли которую прадеды пускали она не образует комков как они это делали я не знаю но она не образовала комков а на нижней фотографии это Теникин кушает свой опет и стоит боржовская бутылка но с боржовым более-менее ясно хотя в боржовском музее это всю часть истории почему-то они не любят не знаю может быть сейчас иначе но два года назад когда я там был там ничего про это не было про участие Шаскольского в этом деле вот магазин этот на углу перед Казанским собором вы видите Борис Шаскольский а мимо него идет первомайская демонстрация 1918 года как вы понимаете это так сказать нарушило все планы торгового дома хотя прадед у него в 10-м году ну вот значит так произошло вот сюда отец Игоря Павловича и вот мать Игоря Павловича значит оба семейства очень интересны потому что я бы сказал о отцовском семействе семейство матери было тоже очень интересно это была дворянская семья в 1713 году было даровано дворянство но все закончилось еще до революции потому что у бабушкиных родителей было шесть дочерей и ни одного сына а варянство передается только по отцовской линии она значит семейство было очень своеобразно потому что там были революционеры и черты в ступе и вообще так сказать драматичнейшая совершенно история очень забавная отец со своим двоюродным братом который в 20-е годы они уехали оказался в Америке никаких связей не поддерживалось отец у них боялся всех этих потому что он был беспортивный и не боялся что его сработали и сразу если о чем-нибудь узнают он всегда отказывался когда подходили к интернету международной конференции и говорили а вот ваш родственник он говорил конечно нет ну что все родственники на родине советской родине и так далее там было очень все драматично и интересно потому что они уехали в Америку в 20-е годы а в 60-е годы Платон Александрович двоюродный брат отца он был председателем Толстовского фонда Толстой Фондейшн то есть он был одним из главных и так сказать русской иммиграции в Америке московская сестра которая к сожалению вот я недавно ездил на похороны она нашла их не побоялась и связи эти восстановились я своего троюродного братца Алешу видел вот сейчас в Бостоне ездил месяц назад там у них все хорошо там у них все хорошо потому что Платон Александрович был одним из самых богатых русских в Америке когда жена ездила к ним когда он еще был жив у домработницы было три комнаты в квартире в доме не в квартире а в доме Платона Александровича там было все в порядке после подхождения более-менее все в порядке но там история тоже очень интересная последняя которую мне Борис проповедал как китайцы и все хотели провести и сейчас они чинили с китайцем на 1 миллиард 200 миллионов долларов за тот обман который китайцы совершили отношения фирмы от которой брат уже отошел потому что он уже в возрасте но так сказать другое представление предприятия вот отец отца с отцом а справа бабушка Мария Платоновна сестра милосердия была в годы Первой мировой войны я вам должен сказать что очень интересные были ее рассказы очень так сказать такие скудные потому что даже по семье не надо было лишнего говорить но к ним на фронт приезжал Николай собственной персоной выстроил весь этот цементральный отряд сестер милосердия и вручил пожал каждой руку и вручил каждой Георгии 4 степени солдатского Георгия и я этим маленьким маленьким этим самым медалью играл в детстве известно что она была бестужевка и те бестужевки которые вошли на фронт они от кого-то из великих музей сестра наверное помнит от кого получили специально подарок большой сундук с теплыми вещами там был тулуп валенки шерстяные кофты носки там все пятое десятое сундук это все может родиться в семье но все содержимое конечно пропало вам же еще очень интересно рассказывало что приехали большевики агитировать значит штуки в землю там и так далее но у них был какой-то очень хороший отряд заарестовал этих большевистских агитаторов и передали их в тыл куда разбираться это это тридцать седьмой год отец пятый справа ну интересные ученицы конечно подождите осмелиться кафедра 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 археологии 41-й год по по а по 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 Он не попал в армию, он участвовал в рытье опробов, получил медаль за оорону Ленинграда и до весны 1942 года был в блокаде здесь. Здесь жутко совершенно описывает в письме, которые там опубликованы в этом светленьком томике, как это все было, блокадные вот эти все воспоминания. Он мне рассказывал сколько всего, ну очень, так сказать, тоже не любил это все, потому что это жутко было рассказывать для себя, потому что это все опять пропускать через себя, ходить через это, это было совершенно чудовищно. Его отец умер 2 января 1942 года, и он эвакуировался, значит, одним из последних уже по дороге жизни, рассказывал всякое про этих шоферов, которые везли по дороге жизни, потому что, говорит, с одной стороны, это были герои, конечно, а с другой стороны, те, кто умирал во время дороги, они их вещи забирали в конечном пункте. А обычно умирали несколько человек из тех, кого везли в этих открытых грузовых картах. Но это было все чудовищно, конечно, с блокадой связано. Его отправили, как человека с образованием, командовать страну Ярославской губернии в Оребене. У него был конь, ага, с телегой, которую мы запрягали, он объезжал в село, он проверял, как там идет образование и так далее, и справа его портрет студенческих лет. Потом была интересная вот эта страница в его географии. В 44-м году Министерство иностранных дел, понимая, что необходимо будет расширять круг взорубежных представителей в России в связи с активностью международных и Советского Союза, в связи с победой и так далее, его послали, командировали поступать в то, что у нас сейчас называется МГИБУ, Мистер Международных Отношений. Он блестяще сдал, конечно, экзамен, потому что там люди приходили с фронта, люди приходили от станка, и, конечно, образование у них было очень-очень слабое. А он рассказывал, как он когда сдавал этот самый экзамен, комиссия все время вот так вот переглядывалась, мол, откуда он это все знает, кто ему это все сообщил. Он начал там учиться, учился он там с маршрута, кстати, и на него поступил донос. Он не знает вообще, то ли это из Олефина был донос, что там украл мешок овся у своего коня-огонька, то ли там еще какое-то было, то ли это снять. Просто вычистили по биографии, потому что вы же знаете, что поступить он в свое время смог, потому что впервые сняли вот этот вот ценз, когда бывших совсем не пускали в высшие учебные заведения. А потом мы вспомнили, что это вдруг мы всяких детей, буржуев начинаем учить и потом направлять на серьезные должности. И его оттуда отчислили, но очень как-то так все было по-доброму, он вернулся в Ленинград, он продолжал учиться, он очень любил и университет, и своих профессоров. Я должен вам сказать, что когда Сергей Змут Натанович Валк умер, он был в командировке в Ферляге, он не позвонил в Ферляге. И в то время звонить, конечно, вы понимаете, было очень дорого там и так далее, никто из командировочных советских никогда ничего не звонил. Отец звонил, он мне все время, потому что очень беспокоился Сергей Змут Натановича, и я ему сказал, что сегодня он умер, и отец заплакал. И вообще, он действительно с невероятным уважением относился ко всем, даже к своему, так сказать, бойкому оппоненту. Вы знаете, Лена Змут Натанович Клин очень был такой всегда энергичный, бодрый и так далее. Отец, когда впервые меня познакомил, говорит, он учился в бутском юрске, у него прекрасное образование, и всегда к нему очень по-доброму относился. Хотя, про Лена Змут Натановича такое нельзя сказать, ну, дай бог, вот за роль я там тасоваю. Ну, вот книжка, конечно, его про эту новинитую дискуссию мне не понравилась. Она немножко не очень хороша, но не во что. В институте сфории был у него, конечно, это любимое его место. Он вообще просто трепетал возможности общения с людьми здесь, и здесь действительно были замечательные люди, и специалисты, и молодежь, и так далее, и так далее. И вот, видите, Носов в середине наседает, Аркадий Георгиевич Майков от него рядом с ним сидит. Мы с Майковами очень дружили вместе, дачи снимали очень часто, и они дружили еще с военными, после военных. Отца почему-то пускали в Финляндию, и я не знаю, почему, и вообще за границей, мало кто ездил в этой истории, а так как его настоятельно трудрежные коллеги приглашали, он, значит, иногда ему удавалось ездить, хотя он был беспортийный, но вот он там читал лекции, там встречался с ними, он очень уважал этих самых всех наших трудрежных коллег, он с восторгом всегда с ними общался, и на всех конференциях, и так далее, вот это фильм. Он, вы знаете, местком Лаи очень часто, ну не очень часто, а устраивал такие вот поездки по Прибалтику куда-нибудь, в Новгород, Псков, и так далее. И отец всегда был гид, потому что он все там знал, везде все знал, и так далее. И была даже такая смешная как-то, такая частушка, Игорь Павлович сейчас молчит, ничего не говорит. Почему же он молчит? Он же самый лучший вид. Ну, действительно, вот тут надпись на обороте этой фотографии, благоражаемого бессменному гиду Лаи, имени Павловича Шаскольского. Вот, и так далее. Ну, вы знаете, он был очень счастлив в браке, потому что мать его окружила всяческой заботой и до самых последних дней. И единственное, что он как-то и сказал, такая фраза, значит, говорит, единственное, о чем я жалею, это что у нас всего двойники. Здесь вот они с внуком, внук присутствует в этом жале, а внук пошел по пути другого, так сказать, единственного представителя Лаи, и у Сам Саныча Пусенко, вы знаете, дети такие оказались удачными, а тут немного оказалось удачным. Вот тот, кто знает, тот, кто знает. Ну, меня могут ругать, но, в общем, вот так получилось. Ну, вот, все то и многое, что я хотел вам сказать, просто, раз уж мы вспомнили 100 лет, я вспомнил те десятилетия, которые мы с ним были вместе. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Галерий, у нас еще сегодня нашим полезным дням. Это презентация сборников, посвященных столетиям Грипа Луфиша-Скульского. И так получилось, что сборник 2, и там сборник, можно сказать, еще горячий, потому что он только-только вышел из печати. И, собственно, к этому событию... И, собственно, к этому событию и приворочена наша сегодняшняя заседа. И я предлагаю дать слово редактору этого сборника, Павлу Владимировичу Седову, чтобы он в нескольких словах нам охарактеризовал его. А потом... Павел Владимирович, скажите несколько слов, пожалуйста, а потом заключил желающий. Будьте уважаемые председатели, будьте уважаемые члены ученого совета, будьте уважаемые коллеги, мне сегодня выпала честь представить только что вышедший очередной четвертый, а по общему счету двадцатый внос трудов нашего института. Действительно, я его увидел только сегодня, и, собственно, с этим связаны некоторые наши задержки. Мы рассчитывали на... Мы помним, что 31 октября исполнилось 100 лет, но вот обстоятельства задержали выход этого тома, и мы теперь представляем его тома сейчас. Я надеюсь, что будет, полагаю, что будет правильно, чтобы присутствующий здесь составитель, коробный спорник, Татьяна Игоревна, тоже сказала свои слова о вышедшем другом турнире. 30 лет тому назад, я вспоминаю, я переступил порог нашего отдела, мы видели фотографию, это два десятка сотрудников отдела, у нас сейчас осталось третий от этого состава. И первый вопрос, который мне был задан в первый же день, это вопрос мне, как он, Григорий Павлович. Он меня спросил, а когда возникли рождения? И вот сейчас такое взаимополение, случай предоставил мне возможность говорить о сборнике, опубликованной в честь столетия, с этого рождения Григорий Павлович. Убьем в этом сборнике публикации учеников и коллег Игоря Павловича Шаскольского. Мне приятно отметить, что хотя Александр Кротов не сумел, он участвовал в огне, но не участвовал в наших трудах, но он выступил и одним из официальных рецензентов этого тома, и в этом смысле он тоже приложил руку к выходу тома. В нем фотографии, некоторые из тех, которые были показаны Алексеем Игоревичем, а также в конце список трудов Игоря Павловича. И, конечно, многие здесь присутствующие знают, что первая републикация вышла в 1940 году. Для того года это большая редкость, что студент уже вступает в жизнь с серьезной компликацией. И когда я, как ответственный редактор, читал вступительную статью Михаила Борисовича Свердлова о научной творчестве Григори Павловича, то я вспоминал свои ощущения. Я, конечно, не так это ясно представляю, как Николай Борисович, но вот ощущение такое же совпало, что в этой первой статье Николай Борисович показывает, как Игорь Павлович Шаскольский стремился к взвешенному подходу, отойти от крайности. А время было, мы знаем, непростое, и вот это стремление особенно нам дорого. И у меня вот осталось такое же впечатление, когда я впервые знакомился с книгами Григори Павловича, вот было видно, что он пытается посмотреть на разные стороны сложные проблемы с разных сторон и учесть максимально все. Мелкие-мелкие детали, которые меня как раз интересовали, там, в русском Средневековье, я впервые узнавал как раз из этих книг Игоря Павловича. И вот точно так же, как нас учил, вот мой учитель, Татьяна Игоревна из одного семинара, Александр Григорьевич Искренников, она об основном почти время говорит, никого не слушайте, пишите, как вы ее видите, но имейте в виду, что историография, это как камешник на берегу, уже деками, обкатанные, острые углы уже сняты, не попадайтесь. Вот это как раз, эту способность Игоря Павловича с разных сторон посмотреть на сложные проблемы, в публикациях Николая Борисовича, мне кажется, это очень хорошо показано. И я вспоминаю, поначалу мой стол был на гроте Игоря Павловича, и я вспоминаю, как Игорь Павлович приходил на работу, и очень часто на его столе, тогда по долгу публикации лежала его рукопись, и он очень часто приносил саду бумажку, в которой был какой-то новый факт, новая публикация, и он это все бесконечно учитывал, он листал страницы, вставлял нужное, нужное, нужное место. Еще одна публикация нашего сборника, это статья Евгения Викторовича Анисимова, которая посвящена очень спорному вопросу. Всем нам памятна постамативная речь Петра Первого, накануне Болтавы, и Евгений Викторович показывает, что в действительности эти слова являются, скорее всего, дальней литературной традицией, свойственной для культуры бароков, пронесения пышных речей, а в действительности были другие, сказанные, более простые слова. И мне, как описанному редактору, важно, что позиция Евгения Викторовича, она сразу же является частью полегии. Я думаю, что в этом том, по разным опытам, надеюсь, на это будет востребовано, потому что Павел Александрович Кротов, другой ученик Игоря Павловича, он смотрит на это совершенно иначе. И дискуссия была до публикации, я просто знаю, сколько Павел Александрович выступал рецензентом, и очень страшно наставил свою другую точку зрения. Я не считаю себя специалистом по Петровской эпохе, я не собираюсь вставать ни на чью сторону, но хочу сказать, что публикация Евгения Викторовича весьма тщательно проработана. То есть она, то есть технологический анализ, учтенный у нас в детали, новые наблюдения и так далее. Вот этот сюжет, мне кажется, в ближайшее время будет предметом дальнейшей полигии. Тематика публикации этого сборника, она связана с теми научными проблемами, которыми занимался Игорь Павлович. В этом смысле эта проблематика широко представлена. И это появляется скандинавский, скандинавистик, история Петербурга, русско-шведских отношений, история северо-запад, дакрадная история. И... Исследовательская стадия и публикация сообщали нам новые, драгоценные подробности этого важного деятельства. И Мария Викторовича, она исследовала малоизученную страницу Северной войны. То есть мы все знаем, что ученый и штатский мир, а, собственно, как проходило разграничение границ. И выясняется, что, во-первых, Федор лично приложил руку и пытался немножко поправить границу в сторону Швеции. И интересно, как комендант и комиссары участвовали в этом сложном и довольно долгом процессе от разграничения границ. Варвара Гелина Волина вводит здесь научный оборот при описании Кургаменской дворцовой полости Уварского универа Архангаловской губернии по переписным книгам начала 18-го века. И Варвара Гелина справедливо, она как раз в своей публикации отмечает, что это дань уважения аграрной тематики творчества Игоря Павловича. Он ведь участвовал в последнем томе аграрной истории под руководством Александра Ивановича Шапира. Татьяна Витерна-Сазонова. Еще одна публикация, следская статья, с ней связана. Это сборная книга Кирилла Новоизерского монастыря. Там очень интересно. Во-первых, находят документальное подтверждение посещения Петром Первым этого монастыря. А во-вторых, вот этот колокол, который отливался, это очень интересно. Меня этот вопрос тоже интересовал, потому что колокола и пушки Петровская год Северной войны воспринимается как именно процесс переливки колоколов и пушки, а в действительности параллельно шром и не только в отчине Кирилла Новоизерского монастыря, но и в других местах, и обратный процесс. Петра очень волновало, чтобы отливали колокола. По личному указу отливали колокола из кушек. Так что тут была очень интересная публикация Татьяны Витерновны с Азоновой. И завершает сборник публикация дневника путешествия в Петербург шведа Иллерса в 1760 году. Илья Николаевич Беспиртов о комментарии и маршрули вместе совместно с Евгением Ильичем Анисиевым. Это ценнейший источник. Я вот как стал читать, я пока до конца не дочитал, не споровал. И некоторые сюжеты, которые, ну, просто чистослучайные. Я петербургом 17 век специально не занимался. У меня, мой сын занимается, он хранит дворца двореца Терапии Терапии, Варен Ваун. И когда я увидел, что это совершенно уникальные сведения, то есть именно в этом, в одном из самых шикарных дворцов в российской столице, сохранившихся. Уникальные сведения, хорошо, очень откомментированно. Это очень важно. Я не просто бросается научное сообщество, публикация, а вот так она откомментирована. И здесь я пользуюсь случаем, я хочу отметить не только вот саму публикацию, но хочу сказать, что в этом доме он участвовал очень активно, как и во всех четырех томах трудов нашего института, и, может быть, больше, чем другие даже члены нашей редколлегии, положил сил на выход этого и предыдущих томов. И в заключение мне хочется сказать, что этот дом, я к себе надеяться, является не только выражением нашей благодарной памяти Игоря Павловича, но и отражает реалии, что реальность, реальность, реальность жизни нашего института, тематика, которой занимался Павлович, она жива, вот она, сотрудники наши откликнулись. Я надеюсь, что будет так. Спасибо. Спасибо, Павел Владимирович. Павел Владимирович меня поправил. Я чуть-чуть не совершил веста, и, конечно же, нужно попросить сказать несколько слов о первом сборном теме Татьяны Николаевны Шасковской. Благодарю вас за приглашение на сегодняшний учебный сибирь, за возможность представить сборник. К сожалению, сегодня присутствуют здесь Геннадий Михайлович, Павел Александрович, которые были участники в этой сборке. Но вот они, наверное, лучшее меня уже было сделано. Действительно, этот сборник вышел немножко раньше даже трудов. И так вот получилось, что вышло две книги, посвященную юбилею Игоря Павловича. Но вот так случилось, что инициатива создания этого первого, скажем, во времени сборника, принадлежала Геннадию Михайловича Коваленко. Дело в том, что, ну, вот так вот уже была договоренность об издании книги, и приглашены к участию в ней были сотрудники периферийных институтов. И там помещены статьи ученых из Пскова, Новгорода, Нижнего Новгорода, Саратово, Петрозаводска. Это, они не входят в круг сотрудников института истории. В сборнике представлено несколько статей, посвященных творчеству Игоря Павловича. Но я хочу поблагодарить, во-первых, Михаила Борисовича за его предисловие к сборнику. Один там большая главная статья Владимира Николаевича Малышникова, статья Валерия Евгеньевича Возгарина о работе, где получено скандинавскими делами. Там представлены также статьи, касающиеся тех вопросов, которыми занимался Игорь Павлович, вопрос об истории Северо-Западной Руси, России. Представлены статьи учеников Игоря Павловича, Геннадия Михайловича, Павла Александровича, самого молодого, посреднего ученика Игоря Павловича, статьи. Учениц Татьяны Алексеевны Шарадер о шведах, живущих и сейчас в нескольких деревнях на юге России. Статья Елены Алексеевны Сайгельевой, сотрудницы Иван, недавно вошедшей от нас. Я в этом сборнике опубликовала две небольшие работы, которые касаются, первая из них, это семьи Игоря Павловича. Немножко об этом сейчас рассказывал Игорь Алексеев. Дело в том, что вот мое детство, до 17 лет, я жила в том самом доме 4 по улице Чехова, который некогда принадлежал моему деду, а еще раньше моему прадеду. И были еще живы люди, которые помнили их. И несколько раз забывало, что ко мне приходили во дворе люди и говорили, девочка, твой дедушка, он очень хороший человек. Вот прадедушка тоже был хорошим человеком, но дедушка был очень хороший человек. И вот в этом своем дедушке Павле Борисовича, надеюсь, его первая статья, он очень большое внимание, влияние назвал на Игоря Павловича не только в детское, но и затем, Игорь Павлович всегда и в своем внимание. Также в сборнике в этом размещены некоторые опубликованные архивные документы. К статье Кеннадия Михайловича приложено письмо Игоря Павловича, рассказывающего об обстоятельствах очень печальной истории, историю, которую он считал одним из самых больших огорчений своей жизни. Это связано с подготовкой в 50-е годы монографии, коллективной монографии «История Карелии» в Питерзаводском институте. Это издание было доведено уже до макета, подготовлено полностью к печати и под надуманными предлогами оно было прекращено. Но книга была погублена, рассыпан набор. Это событие Игорь Павлович всегда вспоминал. И также в сборнике посвящены, пообещены письма из семейной гримлянки, написаны в период с 42-го по 44-й год. Сейчас очень много публикаций, посвященных войне, посвященных плакате, но в каждой... И очень много публикуются записи именно единниковых и всевозможных свидетельств. Но ведь в каждом из них мы находим какую-то деталь, которая позволяет более полно представить эту картину не постиженого. Вот это... Это публикация Игорь Павлович, например, там она рассказывает о посещении Выборга весной 44-го года. Небольшое письмо. И из него понятно делается, что Выборг, только что прошедший войну, только что прошедший Войну Выбор, он может быть в какой-то степени и сохраннее, чем теперь. Игорь Павлович говорит о сохранившихся старинных домах с грушевыми лестницами, с лифтами, с летными дощечками, табличками на дверях. Говорит о том, что город каждые 15 минут наполняется чудесным звоном часов с часовой башней. Много из этого сейчас отсутствует. В книге, в этом сборнике присутствует иллюстративный ряд, совершенно симпатающий с тем, которые в выпуске трудов выявили. Это, прошу обратить внимание. Мы так хотели сделать. И в заключении я скажу так. Игорь Павлович считал, что ему дважды в жизни сказочно повезло. Во-первых, когда он поступил учиться на исторический факультет. А тот, кто работал там в те времена, и какая была обстановка, хорошо рассказал о том, что он был риск веществом. И второе грандиозное везение было в том, что он поступил наконец в 1956 году работать в Институте истории и провел его много лет до самого выхода уже на пенсию. Игорь Павлович чрезвычайно ценил признание коллег с огромным уважением относиться к сотрудникам и соцсотрудникам. И еще раз благодарю вас за сегодняшнее событие. Спасибо, Татьяна Кирилловна. Уважаемые коллеги, на этом мы исчерпали нашу... Может, кто-то выступит? Коллеги, да, действительно, может быть, кто-то хочет выступить. Уважаемые коллеги, если можно, то по возможности... Уважаемые коллеги, пожалуйста, сейчас тоже. Уважаемые коллеги, если можно, то по возможности... Это один поток, а целую бедные стереографии самого нашего леографизма трубы, и они крайне редко с этой касались. Не потому что с советские времена, а языковой барьер существовал его царя-батюшка в любом. Так вот, Игорь Павлович – один из редких многих людей, кто свободно читал на скандинавских языках. Шведском, наградском, датском. И говорил, читал на неградском. Что-то про английский я не припоминаю, но, наверное, без него тоже не нашлось. То есть эти два потока каким-то ручьем все-таки Игорь Павлович связывал, мы не исключительно обратимся к историографии, написанной не по-русски, иначе мы о ней, большинство из нас, не имело никакого представления. Это рассуд. Теперь, о суперлюдских. В 2008 году началось и дело ректора Ленинградского университета, и министра посвящения в СФСР Алексея Александровича Ольгинсенского. Игорь Павлович с 1949 года до 1953 года жил и работал в Петрозаводске. В Петрозаводске уже защитился его первый аспирант. И к этому времени уже глава сектора института языка, литературы, истории в Петрозаводске, Рам Мирана Алиса на Пушкинской облице. Так вот, расстреляли в 50-м Возвещенского, но дело его живо. Простите за множество, но мы не живем по-моему. Поэтому Владимир Васильевич Мамродин, сам Мирана Асимовна, Владимир Васильевич был признан из университета, и они в Деленогорске каждую ночь ждали воронок, потому что должны были взять. Игорь, по критимому, по просьбе Игоря Павловича, Алексея Степановича Жербина, его ученик, я не знаю, какой отвагой надо обладать, так и вызвал Навродиных в Петрозаводске и дадим на работу. Иначе, по всей вероятности, судьба Владимира Васильевича сложилась бы совсем иначе. А он был и при мне, я помню, он был всенародным любимым, когда заболел где-то в 80-х годах, заболел в больнице, лежал около электросилы, так там очередь, чуть лет метро стояло, всегда его навестить. Это были студенты, преподаватели, опираты. И я хорошо знаю Владимира Васильевича, и по дому, и неоднократно там бывал. Ну, и сейчас очень певно. Так, хватит с меня, да? Но, ну, что тут люди, наука наукой, но вот эти движения человеческие в те времена... И это очень не рассказывал, ведь на тебя, Боже, спасибо. Я знаю и с отбор веществочек, очень много. И вот это и способность сохранить свой исследовательский облик, порядочность исследовательскую, всегда была Григорий Павлович. О чем надо поговорить? Ну, сейчас за какой-нибудь в клубу не сажают, но лично довольно много документальных свидетельств о том, что было состребователем, который поступал неправильно. Спасибо, Павел, что я выразил, и не забуду, почему. Спасибо, Евгений Михайлович. Если, пожалуйста, пару слов сказать. Во-первых, я хотел бы извиниться, что мое имя Сирова и Ублогова смешивается часто с именем такого гениального ученого, как Игорь Павлович Шаскольский. Тогда, в те времена, когда Игорь Павлович был среди нас, такого смешения и не было просто. Для всех я был просто некий Медведев, а Игорь Павлович был один в институте Шаскольский. Вот так вот. Ну, мы с ним, конечно, по этому поводу иногда шутили, иронизировали. Он меня, встречая, называл тезкой. Я его ждал, что никакого тезки он во мне не должен смотреть. Я для него тоже. Всего-навсего Медведев, вот и все. Аспирант Медведев или сотрудник Медведев. Не нужно никаких отождествений, так сказать, тезки, ну или не тезки. Иногда мы с ним и... Да, кстати, все-таки мы часто с ним беседовали, конечно. Он, между прочим, преподавал на филологическом факультете, вел свои лекции, читал, и на этих лекциях принимала участие моя дочь, Марина, она на скандинавском, на скандинавской кафедре филологической училась, и вот слушала его лекции, и иногда мне, так сказать, свое впечатление о них высказывала. Ну и с ним тоже были кое-какие разговоры, я не скажу, что мы так уж близко были связаны, но тем не менее пересекались наши интересы. Часто мы уезжали, действительно, в те времена в поездки в Прибалтику, я вот помню, как мы ехали на поезде, по-моему, в Таллине, а может быть, в Вильнюсе, и разговаривали с ним в коридоре, стояли, и он меня убеждал, что, чтобы я, что-то он мне пытался убедить меня, что не нужно что-то необъятное, так сказать, в своем научном творчестве преследовать какую-то цель объять необъятное, что надо найти свою нишу, какую-то какие-то какой-то круг источников и на них сосредоточиться, и в этом будет, так сказать, что-то полезное, так сказать, для науки сделано, ну и так далее, и так далее, вот все-таки имя моего тезки Игоря Павловича конечно для меня много значится. Я очень рад, что мы вот по такому поводу сегодня собрались и вспомнили это имя выдающегося ученого. Спасибо. Спасибо, Игорь Павлович. Алина, если мы больше желающих высказаться, тогда мы благодарим всех выступавших сегодня, получили замечательные заседания, и закончили его. Спасибо.